В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Совет депутатов городского поселения Горки-Ленинский единогласно проголосовал за выделение денег на создание проекта канализационной насосной станции в Завидном. Никогда так быстро, оперативно не принимались решения и столь единым голосом, единой командой. На встрече с коллективом Видновской районной клинической больницы глава муниципалитета Валерий Венцель ответил на ряд вопросов, которые волнуют медиков. В прошлом году мы три поста организовали, но оказалось, что этого недостаточно. В социальном центре Вера прошел необычный урок изобразительного искусства. Я не ожидала, что будет так интересно. Я не предполагала, что я смогу нарисовать. Сделан очередной шаг в решении проблемы очистных сооружений в микрорайоне Завидное. Напомним, что на их месте планируется возвести канализационную насосную станцию. Она будет перекачивать стоки в КНС города Видное. Совет депутатов городского поселения Горки-Ленинский единогласно проголосовал за выделение денег на проектирование канализационной насосной станции. Новая канализационная насосная станция будет расположена на территории городского поселения Горки-Ленинский. Именно поэтому деньги на строительство выделяются из местного бюджета. Все депутаты понимают важность этого вопроса. И все депутаты еще в прошлом году говорили о том, что готовы будут поддержать эти изменения. 29 января только ПТУГХ получило на руки нулевое ГПЗУ. То есть 28-го оно было подписано, 29-го они получили на руки. Сегодня у нас 7 февраля. И мы уже собрались принимать эти изменения в бюджет. В соответствии с регламентом, перед тем, как вынести решение о финансировании, состоялось заседание бюджетной комиссии. В нем приняли участие председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Раченко и генеральный директор Видновского ПТУГХХ Александр Митряйкин. Именно он стал докладчиком по вопросу, познакомил депутатов с проектом КНС и озвучил схему расходов. Общая сумма, которую необходимо выделить из бюджета поселения, составляет 8 миллионов рублей. Понятно, не окончательная сумма. Сейчас мы это все отдаем в центр торгов, когда будет уже, словно говоря, там проверяться, размещаем на площадке. И согласно 44-го федерального закона это все будет разыгрываться. Значит, разыгрываться и выйдет на работу, и тут организация, которая представит самую важную, не надо рассказывать, особенности этих торгов, которые предложат наиболее выгодную для нас цену. Напомним, что всего неделю назад глава Ленинского района Валерий Венцель встречался с жителями микрорайона Завидное, где пообещал в ускоренном темпе решить проблему очистных сооружений. Для начала работ, а именно для создания проекта канализационно-насосной станции и были выделены бюджетные деньги. На работы по возведению КНС по предварительным расчетам требуется более значительное вложение – 50 миллионов. Планируется, что они будут предоставлены областью. Я обратился с просьбой к губернатору о том, чтобы нам помогли сфинансирование. Вот до 28 февраля стоит срок исполнения данного поручения губернаторам. Сразу после бюджетной комиссии состоялось внеочередное заседание Совета депутатов городского поселения Горки-Ленинские. На повестку вынесли единственный вопрос – о выделении денег на проектирование КНС. За положительное решение депутаты проголосовали единогласно. Я, собственно говоря, почистил немножко себя военно, потому что никогда так быстро и оперативно не принимались решения и столь единым голосом, единой командой. Заседание прошло очень быстро, за что, собственно говоря, вообще спасибо Совету депутатов. Значит, они откликнулись на нашу просьбу и сделали мы это совместно, оперативно с ними. За что огромное спасибо. Долгое время не удавалось получить разрешение на использование земельного участка под возведение КНС по причине того, что недалеко от него должна была проходить дорога Солнцево-Бутово-Видное. Но проект трассы был изменен, разрешение получено и теперь проектирование, а затем и постройка объекта – дело ближайшей перспективы. Как вы относитесь к этому как раз событию? Нет, ну, конечно, хорошо, потому что я живу вот в этом доме прям, и мы надеемся, что все решится и мы будем дышать нормально. Если сделаю так, что не будет ниоткуда идти неприятный запах, это будет очень замечательно. Мы счастливы, мы рады. Нам дети уже дышали нормально, чтобы мы дышали, конечно. Планируется, что проект будет создан и пройдет государственную экспертизу в течение трех месяцев, после чего начнется строительство канализационной насосной станции. Татьяна Брулова, Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Глава Ленинского района встретился с коллективом Видновской районной клинической больницы. Валерий Венцарь обсудил с медиками ежегодное обращение губернатора Московской области, а также планы по развитию здравоохранения в муниципалитете. Глава района рассказал на встрече о планах по ремонту лечебных учреждений района на этот год. Сюда попадает третья хирургия, сюда попадает детская поликлиника, значит, в РКБ, сюда попадает также и перинатальный центр в части замены инженерных коммуникаций, которые давно необходимо уже поменять. Валерий Венцарь сообщил о мерах по улучшению работы скорой медицинской помощи. С марта текущего года появятся дополнительные экипажи в поселениях, а запланированный ремонт и реконструкция дорог района помогут сократить время ожидания скорой помощи. В прошлом году мы три поста, значит, организовали, но оказалось, что этого недостаточно. Мы еще будем прибавлять по одному экипажу, вот, по дна, значит, развилку, молоково, мулатниково, дрожжино. Глава муниципалитета рассказал медикам о результатах встречи с губернатором региона, решении вопроса с очистными сооружениями в шестом микрорайоне и появлении современных поликлиник, которые обязаны возводить застройщики новых микрорайонов. А также ответил на вопрос, волнующий всех сотрудников Видновской РКБ, о том, когда будет назначен новый главный врач учреждения. Нам, а бы кого не надо. Нам нужен человек, который, а, знает ситуацию, б, понимает, как нужно работать с коллективом и, по сути, да, вот мы там сейчас ручную помощь от области получаем, но нам нужно антикризисное управление. Затем Валерий Венцель выслушал предложение коллектива Видновской больницы. Медики сообщили о том, что отделение травматологии и реанимации Видновской РКБ особо нуждаются в ремонте и замене устаревшей аппаратуры, а также рассказали о проблемах Молоковской поликлиники. Глава пообещал взять на контроль все озвученные проблемы. Неравнодушные к проблемам муниципалитета жители ведут активную общественную жизнь. Побывав на заседании общественной палаты Ленинского района, в этом убедился наш корреспондент Дмитрий Книга. Общественная палата Ленинского района, которая, по сути, является связующим звеном между населением и муниципальной властью, собралась на очередное заседание, чтобы обсудить актуальные проблемы. Одним из пунктов повестки дня было подведение итогов прошедшего недавно во Дворце спорта Видное областного форума «Сильное, здоровое, чистое», посвященного вопросам экономики, здравоохранения и экологии. Присутствующий на заседании глава Ленинского района Валерий Венцель поблагодарил общественников за активное участие и отметил высокий уровень взаимодействия и сотрудничества с общественной палатой Московской области. Беспристрастно, без политической подоплеки рассматривает сложные моменты и акцентируя на них внимание, тем самым сподбегает и не только органы местного самоуправления, но, как практика показывает, региональные власти принимать важные решения для общества нашего муниципалитета. В планах общественников наладить более тесную работу с жителями, чтобы те могли выносить какие-либо волнующие их темы на обсуждение. Прием населения будут осуществлять члены профильных комиссий. Общественная палата все-таки сконсолидирована в городе Видное. Нам нужно немножко расширять свое взаимополе, взаимоважение с поселениями, организовать все-таки постоянные выездные приемы населения в поселениях. Такую работу предварительно мы с Вячеславом обсудили. У них уже есть определенный опыт и пилотный проект они уже провели вместе с Олегом Мурашовым по намоченным правам человека. Следующий вопрос – ситуация с бывшей водонапорной башней города Видное. Ее состояние представляет угрозу для прохожих. По стене пошла большая трещина, вследствие чего может отвалиться часть сооружения. Общественники обратили на это внимание, однако на настоящий момент башня находится в частной собственности. Я разговаривал перед выездом, перед совещанием с прокурором с нашим. Почему-то они перенаправили это в госсантехнадзор, но в госсантехнадзоре наше письмо, которое было в том году направлено, его не нашли. Было принято решение еще раз направить письма во все необходимые инстанции и добиться диалога с собственником здания. В городской администрации будем прорабатывать. Есть практика приостановления имущественных отношений по ненадлежащей эксплуатации того иного объекта. Поэтому я думаю, что пробовать можно. Также обсудили тему спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не только доступность самих спортивных учреждений, но и наличие специально подготовленного для работы с инвалидами персонала. Для инвалидов организовать, ну не клуб, но хотя бы группу какую-то, да, чтобы могли приходить инвалиды хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в неделю, чтобы был специализированный тренер, преподаватель. Предложение внес Дмитрий Гашев. В городе Видное работает школа бадминтона, который позитивно влияет на состояние здоровья. Бадминтонную секцию организовать для них. На школьной, около второй школы в зале. Там сейчас занимается детская школа бадминтона. Если это предусматривает физиологические возможности людей, то мы можем два часа в неделю найти. Также в рамках поддержки инвалидов общественники обсудили создание реабилитационного центра на территории Ленинского района. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском комплексном центре социального обслуживания «Вера» представителей старшего поколения познакомили с кисточками и акварелью. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на уроке изобразительного искусства, которое стало первым в рамках программы «По стопам Ван Гога». Арт-искусство – это смешение различных жанров, всевозможные эксперименты и вообще интерес к чему-то новому и неизведанному. Существует много направлений, которые с каждым годом набирают свою популярность. Так, специально для центра «Вера» художница Анна Мейзина провела необычный урок по рисованию. Я буду заниматься не своей картиной, а моя основная задача будет подойти к каждому и попытаться обсудить и показать, как им достичь вот этого вот результата. Какой бы результат он ни получил, он должен найти плюсы и быть доволен этим результатом. Анна Мейзина наглядно показала, что пусть и в возрасте, но все же начинающим художникам, как нужно наносить краску, как правильно использовать цвета, как сделать картину живой. Погрузившись в творческую атмосферу, каждый, внимательно слушая ее советы, выполнял непростую задачу. Фруктовый натюрморт рисовали даже те, кто имеет очень слабое зрение с помощью системы Брайля. Здесь должны присутствовать точные цвета, бежевый, коричневый. То, что стеклянное и прозрачное, дает, как правило, чаще синий цвет. При рисовании у них также происходит эмоциональная, значит, уравновешенность проявляется. То есть они увлекаются процессом и забывают о каких-то насущных проблемах, о каких-то вопросах, которые их тревожат. То есть здесь как раз-таки именно увлечь интересным направлением деятельности для нас и является главной в работе. На уроке по рисованию каждый мог почувствовать себя настоящим художником. Галина Соловьева на протяжении всей своей жизни интересовалась живописью. И каждый раз при виде красивой картины ей хотелось научиться рисовать так же, познавая все тонкости этого искусства. Вот акварель – это прозрачные краски, и очень трудно с ними справиться. Где-то надо нанести контур и подтереть их, что а я сегодня без резинки, без лачек, без потерок все так рисовала и все раскрасила. И думаю, ну нормально, все размыла, все сделала по контрасту. Алилия Иванова поставила себе цель с каждым разом улучшать свои способности к рисованию. И считает, что навык и опыт она наработает. Стоит только немного постараться. Я не ожидала, что будет так интересно. Я не предполагала, что я смогу нарисовать. Но все равно в какой-то степени я знала, что у меня получится. Заметив проявление особого интереса пожилых людей к занятиям по рисованию, Анна Мезина пообещала теперь ежедневно проводить обучающие уроки, назвав программу «По стопам Ван Гога». Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 9 февраля, солнце будет показываться редко из-за облаков. Мелкий снег начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться. Температура минус 3 градуса. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин